Он носил парик, усы, пакенбарды и даже эспаньолку. Всё до последнего волоска накладное и великолепного чёрного цвета. Белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своём лице. И что эти пружины были каким-то особенным образом скрыты в его волосах. Уверяли ещё, что он носил корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка во время одного своего любовного похождения в Италии. Он хромал на левую ногу. Утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящее сломали ему при каком-то другом похождении в Париже. Зато приставили новую, какую-то особенную пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут. Но верно было, однако же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, тушился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно вдыхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже, и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, умерла, похоронив ровно за месяц до своей смерти своего законного наследника. Князь совершенно неожиданно сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде. Каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты. Обещался как можно скорее приехать в Духаново, свое новоприобретенное имение, и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад с выстриженными из акации львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свиреле, с беседками, с павильонами, с монтализирами и другими затеями.